Сигареты Перемен требуют наши сердца Перемен требуют наши глаза В нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен Перемен Мы ждем перемен По приглашению своего товарища Александра На интересный водоем Это небольшой прудик Который находится в горной местности Половина пути моего будет лежать на моем автомобиле Вторую половину пути мы поедем на Сашиной Ниве На Шевроле Ниве Потому что дорога там не очень В общем говоря поездка обещает быть интересной Ловить буду как всегда на безмотылку Устраивайтесь поудобнее Запасайтесь чайком И потихонечку начинаем Пересели мы ребят в Сашу на Шевроле Едем сейчас Где-то едем Где-то вот тут Посреди лес сплошной Короче говоря едем на озеро Пытать свое счастье Едем уже достаточно долго Ну оно и понятно До рыбных мест путь не близкий да Саш? Да Немножко осталось Ну да В общем ребят приехали мы с Александром и с Леонидом на очень интересное озеро Разбрелись сейчас по водоему Озеро это с очень чистой водой Сейчас будем ходить и искать рыбу Глубина здесь достаточно большая Кто его знает что мы сегодня найдем или не найдем вовсе Рыбалка покажет Ну а пока буду бурить лунки Вооружусь подводной камерой FocusFish И начнем рыбачить Рыбалка 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 Смотреть что тут происходит на дне. Первый лед ребят, совсем немного оборотов и рунка готова. В общем закрепил я аккумулятор на FocusWish обычной изолентой. Вот так мне немного подручнее с ней работать. Вода действительно прозрачная, карьер, большая глубина, сейчас будем ходить и искать. Смотреть. 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 но пока рыбы нет но что радует смотрите как работает камер глубина метр четыре наверно здесь все видно каждую троинку понятно что как бы прозрачность воды большая но все равно такой картинки я пока что не видел ни на одной подводной камере она будем дальше бурить вот такая подводная конструкция на дне железный какой-то мост рыбы нет рыбы по-прежнему нет ну картинка конечно супер вообще перспективные места нет рыбы глубина кстати смотрите какая глубина раз два три три метра вот так вот обычно на новых местах ведет первый раз что-то в курсе не нифига ты клана все перемещаемся в общем переместились мы на другой водоем уехали немного лучше по течению вот здесь такая красота кругом затопленный лес сейчас будем пробовать искать окуней мы попробуем чуть поймать чуть-чуть кругом падающем В общем опять рыбку не поймали Опять сейчас переезжаем Финальная лужа Надеюсь На ней повезет Приехали мы На, так скажем, финальную точку И вдруг нам становится страшно Что-то менять Перемен Перемен Требуют наши Глаза В нашем смехе И в наших слезах И пульсации вен Перемен Мы ждем перемен Требет 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 Глаза Ок fib Цена Зато Наконец-то была найдена хоть какая-то рыбка, видел в камеру одного хорошего окуня, но не успел заснять, и сорожки периодически плавают. Сейчас будем пробовать ловить. Субтитры сделал DimaTorzok Сорожка попала, на него шарик. Раз уж тут поклянулась сорожка, то сейчас я эту луночку закормлю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok на дне коряги поднимать надо высоко чтобы рыба издалека видела мормышку и первые проводки на лунке надо делать такие достаточно энергичные чтобы рыба мормышку слышала и подходил что-то хорошее что-то прям вообще жесткое тут сорога классная какая в лесу прям клеет офигеть это лунка не закормлена все на ним фошарик долбит ой 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 уй ой ой кошелар офигеть это еще крупнее О, какая! Ага, молодец! Мощь! Тоже нефошарик сработал. Зачем есть? Вау! Офигеть вообще! Это батоны. Вот это стайка батонов. А че меть? А че меть? Итак. Причем! Причем! В flushу за доски. Причем. Ребята, плавали. Причем. 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 На новой луночке я обычно первые несколько проводок делаю очень энергичные для того, чтобы рыбу подозвать. То есть если она где-то рядышком была, то вроде был тучок. Она могла отойти, но мы ее такой проводкой зазываем и потом более спокойными проводками долавливаем. Такая небольшая военная хитрость, если так можно выразиться. Если рыба периодически показывает то, что она есть, но поклевки у нее не уверены, то есть смысл сделать еще одну проводку очень быстро, потому что это может рыбу раздраконить, и она может все-таки соизволить клюнуть. По сорожке это однозначно работает. Также рыба может быть проходящей, то есть она могла плыть где-то рядышком, увидеть мормушку, ткнуть ее, почувствовать, что это не живой объект, потерять интерес и плыть дальше. Об этом, о том, что рыбы нету, вам скажет отсутствие поклевок. Также если дно в водоеме сильно закоряжено, но прозрачность воды высокая, то есть смысл выполнять проводки с большим подъемом, с высоким, потому что мормушка, когда между коряк поднимается, то ее рыба, которая находится там в 10 метрах, может просто не заметить. Вот, если мормушка поднимется выше, над слоем коряк, то естественно рыба при хорошей прозрачности воды мормушку вошел и увидит, подплывет и съест, если конечно мормушка ее устроит, если устроит игра. Пойдет, тоже наш клиент. Нормальный шинок. Нормально. Как. А вот. Возьмем. Возьмем. Продолжение следует... 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 Пойдет Нормальная сорожка Слюнула опять Колбаса С первой проводки С зазвимой проводки Прикольно Пойдет 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 Все таки попалось Так друзья товарищи хочу объявить конкурс В общем разыграем Маленький наборик мифошариков Пять штучек Условия очень простые Подписка естественно на канал И адекватный комментарий под видео Все больше от вас ничего не требуется Буду проверять подписку То есть у вас должны быть В профиле В вашем в ютубе открыты ваши подписки Чтобы можно было посмотреть на какие каналы Подписаны Если подписки у вас закрыты Соответственно делаю повторный розыгрыш И получает набор мормышек Тот у кого это все дело открыто Ну и не забывайте Комментарии под видео И подписаться Вот и все условия Очень простые Для вас нетрудно Для меня приятно Наборик рабочий Наборик боевой Те мормышки На которые я сегодня работил Результаты розыгрыша Будут у нас известны В следующем видео Так что не пропускайте Смотрите внимательно Следите за тем Может быть я вам уже ответил Может быть вы уже стали победителем Вот Комментарии тот который победит Я вам напишу Вот И вам надо будет мне сообщить Там электронный адрес Или номер телефона Или там Как вконтакте на вас выйти Короче говоря Все просто Пусть выиграет тот кому повезет Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Хорошо сначала Пойдет Пойдет килька Пойдет В общем, ребята, хочу подвести итоги сегодняшнего дня Были мы сегодня на трех водоемах На первом водоеме был такой типичный карьер Была очень чистая вода И у нас не получилось найти рыбу Приехали на второй водоем Водоем второй был с большим количеством коряг Таким же, как здесь Но водоемчик был с небольшой глубиной И как таковой рыбу мы там не увидели Приехали сюда Тут я тоже с камерой все исползал И только уже в самом конце Увидел то, что плавает сорога Увидел то, что плавает окунек Но я решил взять удочку в руки и начать плавить Ну и, собственно говоря, проклюнулись вот такие вот рыбки Причем проклюнулись без прикорма Такие хорошие сорожки Леска даже потрещала у меня между пальцев В общем, работала сегодня мормышка моя Нимфошарик в цвете машинное масло Уловом я доволен На природу насмотрелся Воздухом надышался Не забывайте о том, что у нас розыгрыш И если у кого-то есть желание То, пожалуйста, внизу по ссылке проходите И поддерживайте сынишку моего коллеги В общем говоря, ребята, у меня на этом все Безмотыльная рыбалка на сегодня подошла к концу Я надеюсь, что она понравилась вам точно так же, как и мне За улов отдельное спасибо Александру Который привез меня в такое красивое место Ну и у меня на этом все Берегите себя Всем не хвастанье чешуи И увидимся с вами в следующих видосах Она уже в этих местах обрублена Все, она без мутылки, да? Все, она без мутылки Ничего не посажу Прудик-то Дал, чуть-чуть дал, ага Уже не пустой, да? Нашли место У тебя там нормальный окунь, да? Один, да Грамм 200 Ну, небольшой такой Ну, сейдобный Ну, понятно С одной лунки вот эти вот самые крупные сорожки Ну, вот, видимо, стайка попалась Ага Уж прям леска между пальцев потрясала Это 0,1 Короче, поймал удовольствие, да? Нужно ехать сюда еще Плохо вот дорога такая Доехал до сюда сразу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok